Анатолий Александрович, добрый вечер! Как ваши дела? Добрый, добрый вечер! Вы меня видите, слышите? Я вас вижу, да, всё хорошо, спасибо большое, что вы снова с нами сегодня в эфире, для нас это большая удача! Для меня тоже! Да, Анатолий Александрович, спасибо большое, в прошлый раз вы мне подарили свой онлайн-курс, я сейчас его прохожу, генетическое здоровье, и сегодня я выбрала это темой, нашей главной темой, потому что я хочу, чтобы и наши зрители тоже получили эту информацию полезную. Но вы ещё не прошли, вы только вступили, вы ещё не вошли во вкус. Я ещё не вошла во вкус, но я уже сделала себе энергетический массаж, то есть я уже знаю, как себя напитать энергией. Вообще вот в целом хотелось бы спросить, что такое генетическое здоровье? Вы знаете, я, ну, исходя из того, что мне уже 70, я здоровьем интересуюсь достаточно глубоко, сами понимаете. Тем более дочь маленькая, 5 с небольшим лет, поэтому хочется выглядеть и жить активно. Так вот, здоровьем я занимаюсь серьёзно, правда, как серьёзно? После 30 лет я начал заниматься серьёзно, а до 30 лет я его усиленно уничтожал. Жил в Сибири, в общем-то, там довольно жёсткие были правила жизни, ну, в общем, я здоровье своё угробил там. Плюс работал ещё на вредном производстве, иммунную систему уничтожил под корень. У меня были большие проблемы со здоровьем, очень большие. В 30-ти годах у меня был огромный букет болезней. И вот после 30 лет я потихонечку начал выходить из этого такого глубокого состояния нездоровья. В 40 лет чуть не ушёл из жизни, сам себя вытащил, как Барон Мюнхгаузен. И с тех пор уже вообще стал заниматься здоровьем очень глубоко. Что значит глубоко? Конечно, не с помощью медицины. Медициной, я считаю, медициной надо пользоваться только в крайнем случае. Когда ты уже всё испробовал, тогда ты действительно обращаешься, и там тебе помогут, может быть. По крайней мере, когда у меня была серьёзная болезнь, и мне просто медицина отказалась меня лечить, сказала, что это неизлечимо. Но я всё-таки сам себя вытащил. А что у вас было? Онкология? Ну да. И что, можно её вылечить самостоятельно? Конечно, конечно. Знаете, я стал искать глубинные причины болезни. Потому что если не устранишь причину, то и медицина не поможет. А если устранишь причину, то она или уйдёт сама болезнь, или медицина очень легко с ней справится. То есть главное найти причину. И вот эти причины, они чаще всего находятся в голове. У нас голова, это вообще место, конечно, довольно интересное. И вот выстраивая мировоззрение, у меня есть такой даже термин, мировоззрение здоровья. То есть в голове должно быть чётко выстроено мировоззрение здоровья, где все элементы здоровья присутствуют. От питания до поведения, отношения и так далее, и так далее, и так далее. То есть это первый был этап выстроить мировоззрение здоровья и дальше уже работать, устранить причины непосредственно с какими-то болезнями. Это был первый шаг. Сейчас я пошёл на второй круг. Ещё глубже пошёл в здоровье. Я увидел, что основные ресурсы уже здесь, в физическом теле, мы довольно хорошо использовали. И медицина здесь довольно активно помогает, и народные целители, и прочее. То есть много чего. И травы, и прочее, и гомеопатия. Ну то есть для тела много что делается. А основные проблемы оказались сейчас у нас в энергетической части человека. То есть у человека не только тело, это суповой набор, как я его называю, мышцы, кости, сухожилия. Нет, есть ещё энергетическое тело, тонкие тела. Так вот там находятся основные резервы. Потому что они не тронуты, потому что мы их не знаем. И вот я стал заниматься вот этими вопросами. Таким образом, я уже сделал несколько шагов. И вот то, чем вы сейчас, во что вошли, это один из шагов в это энергетическое здоровье. Мне очень понравилось. Я теперь каждое утро делаю этот массаж. И действительно, когда ты уделяешь время своему организму, своим органам, думаешь о них, заботишься о них, ты себя чувствуешь совершенно по-другому. Я, знаете, вспомнила, есть же у китайцев такая практика цигун. То есть когда они тоже начинают работать с энергиями. Казалось бы, ты приходишь в Сорви. Вот у меня есть иглотерапевты китайские здесь, в Нурсултане. Я к ним прихожу, у меня там из носа течёт, а они мне делают цигун. То есть восстанавливают энергообмен, энергию в моём организме. Да, вы правы. Цигун вообще хорошая практика, и она многим может помочь, тем более она простая, не требует особо каких-то мыслей. Вы мне напомнили про то, что всё течёт, просты. Знаете, у меня был такой случай, что я, например, хочу рассказать, для того, чтобы поняли возможности организма бесконечные. Нужно только в голове поменять, убрать какие-то стереотипы, убрать стопоры. Я был на Дальнем Востоке, проводил там мероприятия, три дня там провёл, и должен был выехать с группой в Китай. Там рядом же, ну, на автобусе мы должны были поехать в Китай на следующий день. А я в этот день, октябрь месяц, я искупался в океане и простыл основательно. Ну, то есть чуть-чуть переохладился, не рассчитал немножко. Нельзя было, конечно, октябрь месяц, это уже серьёзная холода. Ну, и вот, и мне к вечеру всё, ну, понимаете, уже всё, голова такая, чугунная, всё течёт, а завтра выезжать, и меня заменить неким. То есть я сопровождаю группу, я веду занятия и так далее. Что я вспомнил поговорку, если простуду лечишь, то семь дней, если не лечишь, то неделю. То есть отдай семь дней и никаких разговоров. Да. Я, значит, говорю, нет, хорошо. У меня до утра есть время. Я разбил, так, ага, полтора часа. Значит, прихожу в отель и говорю, тело, ночь, ложись. Завожу будильник на полтора часа. Упал. Через полтора часа в будильник звонит. Я кое-как поднялся, всё такое. Ну, понимаете, состояние ужасное. Но я говорю, всё, тело, день, просыпайся, давай. Даже там помахал руками, немножко как бы сделал зарядку, там, массажик сделал, чай попил. Всё, тело ночь, ещё на полтора часа зайдёт. Короче, я за ночь... Вы обманули, получается, своё тело, да? Конечно, конечно. Ему какая разница? Ночь, день, ночь, день, ночь, день. Потому что наше тело, оно может вообще жить своей жизнью, да? Да. Я вот, знаете, у меня делали... У меня был сеанс тета-хиллинга. Вы же знаете, что такое, да? То есть там задают вопрос, разум тебе там задают вопрос, ну, я не знаю, там, условно, пили ли вы когда-нибудь алкоголь, да? То есть ты хочешь сказать разумом «нет», да? А твоё тело говорит «да». То есть тело, вот как-то я удивляюсь всё время, тело, оно может жить своей жизнью. Вы знаете, тело действительно... Самая честная часть в человеке — это тело. Самое честное. Ум может обманывать, ну, ум может убежать вперёд. Придумать что-нибудь, да? Придумать. Может вспомнить что-то из прошлого. А тело живёт только здесь и сейчас. Поэтому оно всегда максимально честно. Поэтому с телом надо общаться вот в открытую. Дружить. Да, не просто дружить, но, да, его любить, уважать и ценить, и дружить. Да, это самая честная часть в твоём организме. Антон Александрович, вот вы сказали, что вы до 30 лет просто уничтожали своё тело, да? Мне кажется, что это, наверное, многие мужчины этим занимаются до 30 лет, потому что всем кажется, что ресурсы твоего организма, они, ну, просто... То есть, что их очень много, да? Просто даже не задумываются. Да, молодые люди пьют, курят, там, я не знаю, стрессуют. И в 30 лет человек просто иногда может умереть от сердечного приступа, потому что просто он перезагрузил, да, свой организм. Да, и много таких, да. И вот это действительно беда, потому что мы не ценим своё тело. И вот потом приходится восстанавливать. Огромные силы прикладывать средства для того, чтобы восстановить то, что потеряно. Поэтому воспитывать, учить детей с детства беречь своё здоровье, относиться к этому, это очень важно. Но, сами знаете, детей можно учить только, в первую очередь, своим примером. Если родители курят, пьют, ну, согласитесь, и говорить ребёнку, что это плохо, это бессмысленно. Поэтому надо от родителей начинать опять с родителей, как мы в прошлый раз говорили. Ну, мы, мы, да, мы вот сейчас, не знаю, моё поколение, мы вот такие заточенные на то, чтобы самим бегать, заниматься спортом, да, там, правильно питаться. Мы бы, крайней мере, пытаемся. Вот я сейчас хочу записаться на марафон, бегать марафоны с сыном, и всё, и дети просто рядом, да, побегут. Генетическое здоровье. Вот ваш проект, да, курс, который я сейчас прохожу. То есть вы там, я ещё, я только начала проходить, я позже присоединилась в группе. То есть это о чём? О том, что ты можешь, вот я услышала там, в одном из уроков, вы говорите, что можно вылечить своё здоровье на семь поколений вперёд, да? Вы знаете, здесь этот курс, конечно, уникальный. Я, честно говоря, я знал его возможности, я им год занимался, сам прошёл и увидел серьёзные результаты. Я не помню, в прошлый раз вам говорил или нет, но я на 2 сантиметра подрос. Это 69 лет, согласитесь, это непросто. Это благодаря вот этой практике, потому что она связана с восстановлением активности тимуса, вилочковой железы. То есть это вот здесь, да? Да, вот. И у него такие вот функции, в том числе функции роста. Если, например, у кого-то, особенно у ребёнка, если удаляют тимус, ну, по каким-то причинам, есть такие операции, то он уже не растёт, он остаётся карликом. Поэтому, то есть тимус отвечает за рост. Поэтому я, когда свой тимус активировал, то мой рост поднялся на 2 сантиметра. Я сначала не ожидал даже. Но это так, это внешне, это не столь важно, подняться там на 2 сантиметра, чуть стать выше, ниже, это не столь важно. Важно состояние. Состояние радости, активности, бодрости, силы, энергии, иммунная система мощнейшая. Помните, я говорил, я же угробил свою иммунную систему, работая на алюминиевом заводе, на алюминиевом производстве, там втористые соединения, там окна насквозь проедало в торм. Понимаете, за каждые 3 месяца менялись стёкла, потому что они как сито становились насквозь. А мы этим дышали. Ну вот. И поэтому иммунная система была никуда. И я восстановил свою иммунную систему. У меня сейчас вообще супер всё в этом плане. То есть тимус – это уникальный инструмент для оздоровления. Весь организм начинает радоваться буквально. И вы скоро почувствуете радость от тела. Потому что при вашем даже здоровье, всё равно, когда тимус становится активным, он радует тело. Все органы радуются. Наконец, наш брат защитник. Но он, вы говорите, вот вы на этом курсе говорите, что он со временем может высохнуть, да? Дело в том, что… Ну это не я говорю, это медицина говорит. Это закономерно. Значит, тимус начинает погибать после 25 лет. И к 40 годам он уже только 1 треть мощности имеет. И то не у всех. Кто-то угробит его ещё раньше. А к 60 годам он полностью умирает. А он несёт в себе… У него функция. Он несёт в себе все родовые проблемы, болезни до 7 колена. То есть он до 7 колена, вот до своих родственников, 128 родственников, которые у вас где-то там, не родственников, а предков. Вот это всё он собирает и хранит. Это мощнейший хранитель вот такой информации болезни. И в нужное время, там, стресс, перегрелись, или что-то произошло, он выкидывает какую-то оттуда болезнь, и у вас она раскрывается. Понимаете? И вот если он неактивен. А когда он умирает, всё, он уже не может это делать, и он органам передаёт все свои нерешённые эти проблемы до 7 колена, и организм быстро остареет и умирает. Анатолий Александрович, я хочу беречь свой тимус. Я хочу, чтобы он у меня оставался молодой, здоровый и красивый. А вы знаете, вот и это удаётся. Вот мы с вами же, вы раз вступили в курс, мы с вами будем общаться, у нас будет с вами несколько консультаций, вы увидите, какая динамика в активности вашего тимуса. Это же, это просто, я говорю, уникальный инструмент здоровья. Я не ожидал, вот мы сейчас первые 100 человек прошли группа, я сейчас стремлюсь к тому, чтобы как можно больше людей прошло, потому что это же всё, это защита от коронавируса, защита от ВИЧ. То есть это такая крепкая иммунная система, да? Мощная, иммунодефицита нет вообще, понимаете? То есть всё, что связано с иммунной системой, всё классно работает, потому что тимус – это главный орган. Друзья мои, в общем, берегите свой тимус, записывайтесь к Анатолию Некрасову на этот курс, я его сейчас прохожу, правда, прохожу ещё не полностью прошла, вот у меня только начальная стадия, но хочу его полностью пройти. Антон Александрович, у меня вопрос, как честно взглянуть на своё здоровье? У нас проблема в том, что у нас нет культуры ходить на чекап, да? Вот если в Корее они развили свой медицинский кластер, да, то есть там у них на, вот в районе Гангам, там огромное количество клиник. У нас, к сожалению, люди всё ещё ходят в больницу там умирать, да, когда последняя стадия рака, когда уже совсем, знаете, вот я как-то с одним травматологом общалась, он говорит, у нас люди могут сломать себе руку и терпеть до последнего, да? То есть как честно взглянуть на своё здоровье и вот увидеть все болячки, которые у тебя есть? Вы знаете, здесь, наверное, вопрос не честности даже, а вопрос культуры. Отсутствует культура здоровья, отсутствуют специально программы в школе, отсутствует программа здоровья. И вообще у нас в обществе культуры здоровья нет. Только каждый практически сам, сам что-то делает, сам что-то подыскивает для себя и так далее. А это должно быть действительно, это государственная программа должна быть. Даже в советское время было лучше с этим. Помните, давали нормы ГТО, там какие-то обследования регулярные на производстве везде. То есть это было более организованно. Сейчас пущено всё на самотёк. Поэтому на самотёк тогда сам и занимайся. Надо воспитывать культуру здоровья. И сейчас многие как раз занимаются этим в интернете. Много программ разных, которые заставляют человека обратить внимание на себя, на своё состояние. Ну а честность, конечно, здесь нужна тоже. Вы правы. Честность нужна. Ну хотя бы сделать простой жест. Вот сегодня после передачи, уважаемые зрители, наши гости, пожалуйста, наедине оставьте себя перед зеркалом, разденьтесь, возьмите листок бумаги и запишите, что вам не нравится в себе. Покрутитесь, посмотрите. Даже начните с внешнего. Потому что за внешним обязательно стоит что-то внутреннее. Обязательно. Внешне с внутренним связано. То есть запишите, что вам не нравится. Честно запишите. И под каждую вот эту, что вам не нравится, у вас должно быть объяснение. А почему это с вами происходит? Почему у вас здесь прибавилось, а здесь убавилось? Почему? И так далее, и так далее. Понимаете? То есть начать исследование, да? То есть если у тебя есть там какая-то болячка, да? То есть начни ее исследовать и пойми, почему у тебя это произошло. Это пока внешне, я сказал. Только посмотреть внешне и записать, что... Теллюлит, например. Да. Потом. А потом, значит, второе. В течение года с чем ты встречаешься, с какими болезнями ты встречаешься. Что у тебя чаще бывает? Если, например, какие-то простудные частные заболевания, значит, у тебя иммунная система слабая. Записываешь иммунная система слабая. Развивай. И так далее. То есть вот этот списочек вставляешь и начинаешь последовательно по этому списку работать. Это есть культура здоровья. Это есть честный взгляд на свое здоровье и работа со своим телом. Потому что тело требует внимания. Вот мой товарищ Синельников Валерий, у него есть даже книга. «Возлюби болезнь свою». Да. Да. То есть обратись к ней, посмотри на нее поглубже, изучи ее, отнесись к ней с уважением. Она тебе откроет причину, устрани причину. И все, и болезнь твоя уходит, помашет тебе ручкой, и все, расстались вы нормально. Поэтому вот эта культура здоровья должна пребываться. Родителями, пребываться в школе, в вузах надо обязательно тоже. То есть она должна идти по жизни, на производстве. Каждый нормальный руководитель должен заботиться о здоровье своих сотрудников. И поэтому проверки, обследования, потратить на это деньги, но потом меньше будешь тратить деньги на больничные и на прочие все дела. То есть, ну, понимаете, нет культуры, нет понимания, что это происходит. Нам нужно, чтобы люди начали понимать и ценить себя, да, что если ты вовремя себя не узнаешь, да, всю правду о своем здоровье, ты, у тебя есть больше шансов, да, там, вылечиться, у тебя есть больше шансов прожить дольше, да, и, наоборот, прокачать свой иммунитет. Так вот, вот этот вот курс генетического здоровья, он как раз позволяет очень много снять проблем, убрать причин. Потому что до седьмого колена вычищаются все родовые болезни. Понимаете? До седьмого колена. И смотрите, что происходит. Человек, вот один из член семьи, допустим, жена, прошла этот курс. Она таким образом освободила тимус, очистила ее и сделала активным у всех детей своих, у всех детей, независимо от их возраста. И независимо, где они живут, рядом или далеко, большие или маленькие. То есть у них уже будет чистый тимус, активный тимус. То есть их мудрость тема будет супер. Дальше. Родители. Она их, их тимус. Таким образом, даже если она рядом не живет, просто через себя, через свой тимус, она очищает тимус родителей, до шестого колена. Седьмое колено, она не захватывает, потому что они на колено, понимаете, раньше родились. Да. Но уже до шестого колена, она убирает проблемы. И у них уже вот этот возраст, возраст их, они уже проходят гораздо легче. Дальше. Муж, который ничего не принимает, ничего не хочет слышать, какой там курс, а что, куда ты опять залезла? Чем ты занимаешься? Вот он там займись чем-то более нужным. Даже если он так относится, так относится, поверьте, у него тоже начнут происходить изменения в тимусе. То есть, с кем ты общаешься, тем более близко, а тем более, если сексуально, то тимус и у партнера будет обязательно, может не в такой степени ощущаться, но очищаться будет и активироваться будет. То есть, таким образом, человек с чистым тимусом начинает оздоравливать всех вокруг. Окружающих. Своё здоровье. Братьев, сестёр обязательно. То есть, это тоже, как самого себя. Братьев и сестёр, родных имеется в виду. А вот дальних родственников уже слабее, слабее, слабее. Но, вот, ну, по крайней мере, ты свой род, своих прямых родственников, прямых, ты можешь таким образом вылечить. А если вот мы получили, да, то есть, вот ещё не успели очистить свой тимус, но получили от родителей слабое сердце, бывают болезни желудка, которые передаются, ну, скажем, по генетике, да. То есть, у нас же часто спрашивают, да, там, если, например, рак молочной железы, как правило, говорят, что он передаётся, вот именно если там мама болела, у дочери тоже есть опасность. Вот если тимус вычистить, то, получается, эти болезни уже не страшны? Знаете, здесь есть особенность. Вот вы сейчас не случайно сказали рак молочной железы. Дело в том, что, дело в том, что тимус, да, он облегчит, он облегчит, и, но организм, организм, сами понимаете, он инертный, инерционный, поэтому он какое-то время нужно на восстановление. Но здесь нужно учесть ещё одну вещь. Тимус очищает только 70% всех болезней. Ну, согласись, это много, но 70%. Вот. Но, а вот остальные зависят от твоего, от твоей жизни, от твоего поведения, от твоего характера, от того, что у тебя в голове. К примеру, вот вы сказали рак молочной железы. Причина рака молочной железы у женщины, и вообще проблема женских болезней, как их называют, женских болезней, ну, понимаете, весь комплекс. Да, да, да. Да, так вот, проблема женских болезней особенно остро возникает и быстро у женщин, которые имеют жёсткий болевой мужской характер. Чем более у неё мужской характер, чем больше у неё она проявляет боли, тем более вероятно, что у неё будут, будет какой-то проявление женской болезни. Это однозначно. Я уже исследовал это достаточно хорошо. То есть, чем больше волевой стержень в женщине, тем больше проблем. Объясняю, почему. Физика простая. Никакой здесь нет мистики. Дело в том, что в женщине больше накапливается мужских энергий, энергий, чем нужно. И эти мужские энергии начинают перестраивать организм на мужской лад. То есть, и начинают отмирать, начинают отмирать женские функции. В первую очередь страдают женские функции. Чувствую? Очень всё логично, всё просто. Поэтому... при даже самой крутой должности, при самом крутом бизнесе. Это обязательно. Мало того, чем круче должность, тем надо больше уделять внимание своей... Более женственной, да? Это обязательно. Так вот, я поясняю. Тимус можно вылечить, но если ты жёсткий, если у тебя внутри ломик, то организм может не справиться. тимус сможет не справиться. Вы говорите, что тимус до 25 лет, да? Он такой вот, я не знаю, сколько сантиметров, да? То есть он такой... Активный. Активный, как спелый там персик, да? А с годами он потом начинает подсыхать. Вот мне сейчас 37 лет. То есть как мне понять, в каком состоянии у меня тимус? Его можно как-то Вам уже не нужно понимать. Вам уже не нужно понимать, в каком он состоянии. Он будет у вас в классном состоянии. Главное, через 3 недели. он вообще легкий, он не загруженный. Вы обратили внимание, он очень легкий. Там легкие задания и они с перерывом в 3 дня. То есть много воздуха, как я говорю, в курсе. Для чего? Потому что там нужно, чтобы он потихоньку, потихоньку восстанавливался. Он начнет сам восстанавливаться, выбираться. 21 день это необходимо для того, чтобы в организме произошла вот эта регенерация его. Понимаете? И дальше, еще дальше пойдет процесс. Вот я обследовал тех, кто сразу закончили курс, и я сразу их обследовал. Одни показатели. Через 2 недели я обследовал группу, которую до этого не обследовала, прошло 2 недели после курса. У них на порядок еще лучше показатели. То есть тимус продолжает работать, он включился, он активен, то есть он продолжает набирать обороты. Я уверен, что через месяц у них еще лучше будут показатели. Супер. Я тоже надеюсь, что у меня будет хорошо. Друзья, если вы будете видеть, что я такая бодрячком, значит мой тимус в порядке. Анатолий Александрович, у меня следующий вопрос. Где брать энергию? Очень часто мне задают вопрос, говорят, Динара, вот откуда вы такая энергичная? Не знаю, меня заряжают мои планы на жизнь. То есть чем круче планы, тем больше у меня энергии. Где брать энергию? Но иногда бывает, что устаешь, сил нет, хочется просто лечь и спать. Вот где брать энергию? Вот вы уже опробовали энергетический самомассаж, делайте его как минимум пару раз в день, он пять минут всего занимает, энергия будет. Но это так. Это действительно хороший, простой метод, кстати, на основе древних китайских традиций. А теперь по поводу энергии. Вот вы сказали, что я там из своих планов исхожу, из них черпаю энергию. Вы знаете, не всегда планы дают энергию. Иногда планы вы выполняете, я думаю, вы тоже на слове «надо». Бывает такое? Бывает. Бывает. А этого не должно быть. Этого не должно быть. А если я не хочу, но приходится что-то делать? А вот смотрите, вот я сейчас вам поясню. У женщины вот мой подход к тому, я вообще женщин люблю и все делаю для того, чтобы они были счастливы. Это моя суперзадача. Так вот, у женщин не должно быть слова «надо» вообще. Она ничего не должна делать из слова «надо». Вот если она дойдет до такого состояния, когда она ничего не делает из слова «надо», это супер жизнь, супер женщина, это суперэнергия, как до этого дойти? Дело в том, что, я не помню, в прошлый раз мы говорили об этом или нет, но женских качеств на самом деле более 200, более 200 женских качеств, которые известны, которые вот интернет-способность. мы в прошлый раз говорили, женственность, заботливость, мягкость. А люди пользуются всего на 5-7, но максимум до 10 качеств женщин. Так вот, скажите, как можно, какую энергию надо иметь, чтобы делать все то, что нужно, без слова «надо». Но когда у тебя все качества раскрыты, у тебя такой объем энергии, с такой состоянием радости, ты все делаешь легко, знаете, на раз, потому что у тебя огромный объем, потому что каждое качество женское, оно дает прилив энергии. Каждое женское качество это ресурс энергии. Вот где надо брать. Поэтому чем более женщина женственна, чем более она проявляет свои женские качества, тем больше у нее энергии. Поэтому у вас на самом деле не столь отдел приток энергии, а именно исходя из вашей женственности. она у вас достаточно в высоком уровне. Поэтому вы отсюда черпаете. Я поняла, поняла, откуда у меня энергия. А планы и прочее это уже просто куда вы тратите энергию, а берете именно из своего состояния женственности. И вот уважайте, цените себя как женщин, и у вас энергии будет всегда достаточно. А когда вы, смотрите, когда вы почувствовали, что устали, энергии нет, вы просто остановитесь, скажите, милое мое тело, я свою женственность немножко растеряла. Я забыла, что я женщина. Я же женщина. Надо себя любить, девочки, да. Я согласна с вами. Примите душ, ванну, так расслабьтесь, намажьтесь там, то, то, то. Антоний Александрович, у меня, знаете, вот я когда смотрю на трансвеститов, вот в Таиланде особенно, да, на мужчин, которые так хотят быть женщинами, да, у меня вот был опыт общения здесь, в Нурсултане с трансвеститами, я на них смотрю и думаю, они сто раз больше женщина, чем я, да, то есть они все эти манеры, вот эти вот, знаете, волосы, уход за кожей, то есть у них, они родились мужчинами, но они так хотят быть женщинами. Я всегда говорю своим подругам, мы не ценим то, что мы женщины, иногда мы реально забываем, что мы женщины, ну вот в потоке работы, да, в потоке каких-то, я не знаю, там надо-надо, нужно-нужно, поэтому, Анатолий Александрович, спасибо вам большое, что вы все время нам напоминаете про эти 200 качеств, которые мы должны в себе генерировать и культивировать, да? Кстати, я хочу сказать пока не забыл, хотел об этом сказать, у меня же, мы в прошлый раз много говорили о книге «Материнская любовь», да, у меня есть ее же продолжение, называется сильная, ой, называется «Пробуждение женщины», «Пробуждение женщины», вот запомните, если вам удастся по интернету ее заказать, «Пробуждение женщины», «Пробуждение женщины», это как раз вот о том, как, там как раз реальная история, вообще книги написаны в уникальном способе, уникальное, такого еще не было, наверное, ни у кого не было, ко мне женщина пришла с огромными проблемами в семье, там с мужем хочется разводиться, потому что он никакой, она сама занимает большую очень должность, и, ну, в общем, он никакой, не мешает, в общем, вот такие дела, и я ее научил общаться со своей душой, прямо вот, говорю, садитесь, вот давайте, садитесь, сейчас я вас настрою, вы пообщаетесь со своей душой, а я выйду, приду через 20 минут, пришел через 20 минут, она вся уреванная, вся размазанная, в общем, так, катарсис произошел с ней, и потом она, мы с ней договорились, и она каждые три дня общалась со своей душой, и мне присылала эти письма общения с душой, а я ей ответный, и вот эта переписка, в течение двух месяцев, эта переписка, и получилась книга, все честно, женщина реально, под реальной фамилией, имя, все ее, семья, все, все там, все реально, мало того, я ее взял даже с автором, ну, то, что, ну, вполне, я думаю, разрезанно. неудобно как-то, человек принимал участие, так что, это вот продолжение материнской любви, это действительно... Я обязательно прочту эту книгу, потому что для нас это очень важно, пробудить себе женщину, к сожалению, мы не ценим... Вот в таком активном уже состоянии, то есть, эта книга как раз о том, я почему не вспомнил, вы задали вопрос, потому что женщины как раз, когда уходят уже далеко, когда уже... В работу, да? Да, в работу, в активную и так далее, эта карьера уже копыта, знаете, уже бриллиантовые мне копыта. Это мои друзья, ну, мужчины, да, они мне тоже часто говорят, вот раньше ты была более легкой, кокетливой, ты всегда флиртовала, а сейчас такая жесткая. Хотя я стараюсь сохранять, представляете, свою женственность. Да. Анатолий Александрович, а как заряжать себя на успех и на удачу? Вот как себя готовить, да, к этому успеху, потому что, ну вот вы, у вас такой опыт, да, вы написали более 40 книг на самые вот разные темы, у вас столько лет практики. Вот вы же знаете наверняка, как себя подготовить к успеху, да? Вы знаете, сначала надо понять, а что такое успех? Что такое успех? Ну, для кого-то успех, например, там, удачно выйти замуж, там, родить пятерых детей, для кого-то успех сделать какую-то невероятную карьеру, да, для кого-то успех поступить, там, я не знаю, в Гарвард. Ну, то есть у каждого, конечно, свое понимание успеха. Знаете, вот, я почему-то задал вопрос, говорю, а что за успех? Дело в том, что каждый успех требует своей целенаправленной деятельности. Нацеленность на какой-то успех, она, в общем-то, предполагает и движение в этом направлении, оно специфическое, уникальное движение. Не только потому, что тема такая уникальная, но и каждый человек же уникальный, у каждого свои шаги. Поэтому здесь, если в целом, но в целом, если сказать, то есть, вы поняли, на какой-то конкретный успех, это надо общаться и конкретно подбирать, это индивидуальный процесс. Но, в целом, есть ряд рекомендаций, которые я могу сказать. Чтобы состоялся успех, первым делом, первым делом, реши вопросы со своим родом, со своими родителями. Корни. То есть, дерево не будет расти, если корни слабые, сами понимаете. Большое дерево не... А вы хотите большое дерево вырастить. Не получится. Потому что корни слабые. Надо углубить уважение, любовь к родителям, решить с ними вопросы. целый комплекс вопросов с родом надо решить. Вот эти тимусы, это тоже один из способов решения вопросов с родом. И, то есть, это важно. И, смотрите, если ты, например, рванешь, хочешь взять звезду, как говорится, сорвать звезду, рванешь, ты нагрузишь свой род. И в роду могут быть проблемы, вплоть до ухода, да, и жизни. Вам простой пример. Это реальный пример. Владимир Владимирович Путин, известная вам личность, вот, он с одного очень, ну, среднего уровня чиновника администрации президента, вдруг его назначают руководителем ФСБ России. КГБ или ФСБ. Ну, понимаете, о чем я говорю. Да. Так вот, мощнейший прожон, мощный рывок, то есть, вот так. А род не подготовил. И у него за месяц от рака умирает мама. То есть, род пытается своими силами поддержать этот рывок своего члена рода, понимаете, своего сына. И мама уходит из жизни. Таким образом, она снимает какие-то проблемы, добавляет энергии, потому что уход родственника, это мощная энергия при этом происходит. Главное, правильными распорядиться. И он нормальный, и он закрепляется на этой высоте, не падает. Закрепляется, потому что подкреплен энергией вот рода. Дальше. Потом он переходит еще на более высокий уровень, становится президентом. И за один месяц сгорает от рака отец. Вот закономерность. И это не случайность. Это закономерность. Когда ты рвешься в успех, вложи в рот. Сначала вложи в рот. Первое условие обязательно. Ну, к примеру, ты хочешь купить хорошую машину, ну, вполне понятное, желание хорошего. А посмотри, а родители как живут? А может быть, они там живут у тебя где-то в деревне, у них туалет еще на улице в 21 веке. Может быть, ты сначала сделай для них условия, то есть, что-то вложи родителям, сделай для них доброе. Потом ты покупай себе машину. Понимаете? Вот такие вещи надо соблюдать. Надо вкладывать в рот. Успех начинается с рода. Это для всех важно. Новая карьерная должность, в карьере должность, новый какой-то бизнес, новая какая-то высота в науке, где угодно. Вложи в рот, и ты тебя, рот тебя поднимет, рот поможет. То есть, если человек не уважает своих родителей, если у него с ними плохие отношения, с родом плохие отношения, то, как правило, ему все время что-то будет мешать, да? Ему трудно. Он может добиться, но добьется уже другим путем. Через использование своего тела, насилие над телом своим, насилие над своими родами, близкими, семья будет нагружена его энергиями, потому что все будут вкладывать в него таким образом. Но без решения про с родом трудно. Это первые условия. Это первые условия для того, чтобы быть успешным. Для мужчины важно уметь трудиться. Если ты хочешь иметь удачу, успех, научись трудиться с детства, желательно научиться трудиться. Причем уметь делать все. Для мужчины это важно. Для мужчины принцип такой. Ты умеешь это делать? Не пробовал, но умею. То есть у него навыки быть элементарные на все случаи жизни. А это надо с детства, чтобы ребенок везде участвовал, во всем помогал и таким образом научился. Ну а если родители не вложили, например, эти навыки, то есть не научили своего ребенка, а наоборот избаловали, и мужчина в 25 лет до сих пор нуждается в поддержке родителей. Что вот в этот момент делать? Вот здесь вот обязательное условие, как только тебе перевалило за 20, ты закончил обучение, даже во время обучения уже пора, нужно обязательно отделиться от родителей. И не брать... Инициация должна, да, произойти? Да, ни копейки не брать, ни в коем случае. Это исключено. Любая рубль, взятая у родителей в таком возрасте, уносит у тебя тысячи рублей. Вы знаете, я вам скажу, что у нас в Казахстане, ну вот у казахов, да, в частности, у нас, я наблюдаю, живя в Нур-Султане, у нас очень много чиновников, чьи дети, да, то есть пошли по их стопам, затем уже внуки пошли по их стопам, им приходится быть где-то в этой системе для того, чтобы поддерживать, там, быть крышей, да, для своих детей. Я вижу, что происходит. Иногда, ну, как бы, человек продолжает занимать какую-то должность, а с его детьми происходят не очень приятные ситуации, да, там. Это сплошь и рядом, это закономерно. Это закономерно. Здесь, понимаете, здесь вообще эта тема, вот, которую я сейчас обозначил, она очень серьезная и глубокая. Родители должны понимать, если они вкладывают в детей, во взрослых детей, финансы у детей своих собственных финансов не будут, или они будут их зарабатывать нечестным путем. Если, то есть они каким-то путем, насилием, прочим, обманом, ну, любым способом, они будут получать деньги неестественным путем и, соответственно, будут иметь проблемы. Если родители, имея нечестные деньги, а это сейчас достаточно распространенная факта, вкладывают в детей, то они нагружают своих детей кармой своих проблем. То есть дети и даже внуки уже получают проблемы, потому что они впитывают эти деньги, нечестные деньги. И эта нечестность идет по роду дальше детей и внуков. И потом детям и внукам придется отвечать за эти деньги. Обязательно. Здоровьем, нерешенным семейными проблемами, тюрьмой, или даже смертью. Это закономерно. Я эту тему исследовал глубоко. И всем просто надо зарубить себе на носу родителям. Если ты вкладываешь в детей нечестные деньги, у них обязательно будут проблемы. Обязательно. И у детей, и у внуков. Некоторые можно услышать. Ой, я обеспечил своих детей, и внуков. Обеспечил. Он обеспечил Акимом, губернатором. Он обеспечил их проблемы. К сожалению. он их обеспечил деньгами, но он обеспечил гарантируем. Знаете, Алексей Петрович, я читала у Алексея Петровича Ситникова кармолоджик. Он собрал 54 закона кармы. И вот Алексей Петрович тоже говорит о том, что там есть один из законов. Деньги, не заработанные твоим потом, твоим трудом и твоей энергией, не твои деньги. Тебе придется за них ответить. То есть об этом везде говорится. Обязательно. И это касается парней, это касается сыновей. Это обязательно. С девчатами попроще. Им можно иметь деньги от родителей. Это хорошо. Но только до определенного момента. Вы знаете, Андрей Александрович, вы вообще на самом деле говорите мудрые слова, которые у нас, у казахов есть. У нас, у казахов говорят мудрые слова, мудрые слова, мудрые слова, мудрые слова. То есть мальчика портит вот эта вседозволенность, вот эта вот обилие денег, все-все-все, а девочек портит наоборот вот это отсутствие, да, поэтому девочкам наоборот нужно давать все, а мальчикам ничего. Ну смотрите, но девочкам нужно давать только до момента замужества. Как только вышла замуж, никакой помощи, ни в коем случае. Тоже здесь обязательно. А если будет возвращаться, если она там не выдерживает, тяжело, в чужом доме? Ну, здесь родители берите на себя этот хомут, внесите, потому что вы и так такую дочь воспитали. Окей. Следующий вопрос, так, следующий вопрос Анатолий Александрович, как научиться любить себя? У нас очень многие люди забывают любить себя, кто-то отдает себя полностью детям, вот как в книге «Материнская любовь», да, кто-то полностью отдает себя родителям, вот очень много таких примеров, когда, или человек, наоборот, родитель полностью отдает себя, там, до, я не знаю, 90-летия, да, своего, там, живет с детьми, живет их жизнью. Вот как научиться любить себя, уважать себя, да, знать себе цену? Вы знаете, Динара, знаете, вы следите за временем, то в прошлый раз, я прошу прощения, я так увлекся, что мы с вами перебрали. Мы с удовольствием вас слушаем, мы можем три часа с вами быть в прямом эфире. А я переживал, что мы… Нет, вы что, для нас это такое, знаете, я говорю, это для нас большая удача. Так вот, отвечаю на ваш вопрос. Что значит любить себя? Ну, вы грамотная женщина и знаете, что интернет переполнен всякими рекомендациями, практиками, семинарами и прочее, марафонами, где тебя учат любить себя. На самом деле все просто. Для меня это очень просто. Кстати, насчет простоты. Помните фразу «все гениальное просто»? Просто, да. Вот надо всегда доходить до сути и до зерна. И вот эта простота, она как раз и есть истина. Она и есть гениальная. Поэтому надо быть гениальным. Надо всегда доходить до сути. Гениальность тренируется. Так вот, для меня этот вопрос очень простой. Если ты задумался о том, чтобы любить себя, первым делом мужчина, стань мужчиной. То есть, мужские качества, умение трудиться, отделись от родителей, получи какую-то профессию, научись общаться с деньгами, создай материальную базу для себя и для будущей семьи. Или если семья, то для семьи. Вот это стань мужчиной. Это высшее проявление любви к себе. Стать мужчиной. И это конкретные позиции. Не надо ломать голову, все очень просто. Вот они конкретные позиции. Для женщины то же самое. Если ты хочешь научиться любить себя, стань женщиной. Женщиной в полном объеме. Хотя бы 30 качеств у тебя должно звучать. Ты должна быть классной. Вот. И так далее. Ну и то есть все тоже по списку. Стань культурной. Обязательно культурной. Женщина вообще-то министр культуры семьи. Ну и так далее. То есть набор вот таких вот элементарных вещей, то есть стань женщиной полноценной. и у тебя это есть высшее правление любви к себе. И ты никогда уже не будешь задумываться о том, что тебе надо научиться любить себя, что-то делать для любви к себе. Ты, будучи женщиной, ты каждый момент ты идешь, соответственно, ты одеваешься, соответственно, ты разговариваешь, соответственно, ты не работаешь, как лошадь, ну и так далее, и так далее. То есть ты женщина. Ты это полноценно все чувствуешь, понимаешь. И когда ты проживаешь, вот как вы же говорили, что каждый день можно проживать в каком-то определенном качестве, то есть если ты выбрал себе привлекательный, то есть ты сегодня со всеми привлекательный, ты вежливый, ты сегодня весь день вежливый. И когда ты вот так вот культивируешь каждый день изо дня в день все свои женские качества, из них ты, получается, берешь энергию, и у тебя все больше и больше будет получаться, да? Да. Ты, во-первых, все больше и больше женщин, и все более и более энергетичный. А энергетичную женщину мужчины чувствуют очень хорошо. Ведь главное даже не внешний вид. Внешний вид это первый такой самый поверхностный и неглубокий. Главное все-таки звучание энергии. И вы знаете прекрасно, что некоторые женщины, не обладая сильно проявленной внешностью, но звуча действительно по-женски, они очень привлекательны и очень притягательны. Следующий вопрос. Как притягивать счастье и любовь? Знаете, притягивать удачу. Да, притягивать удачу. Ну, вот все, что мы с вами о чем говорили, это, по сути, потихонечку мы говорили о любви к телу. Согласитесь, это уже большое, большое важное условие для того, чтобы ты притянул удачу. Потому что к здоровому человеку приходят здоровые энергии, здоровые связи, рост. Но мы и вот все-все-все вопросы, вот женственность, ну и так далее, мы в принципе многое прошли. Если все заново прослушать под этим ключом, как притянуть удачу, как притянуть счастье, то, по сути, все эти шаги да. Но мы не захватили один важный момент. И вот о нем я хочу сказать. Вот добавлю к тому, что мы уже сказали, еще один важный момент. Это масштабность. То есть этому мало где учат, вообще нигде не учат, честно говоря. Мало об этом говорится. И даже в интернете мало кто об этом говорит. Но масштабность это очень важное качество и мужчины, и женщины. Мужчины, понятно, то есть действуют масштабно, там проекты, мыслить масштабно. Мысли масштабно. Вроде бы, да, мужчина, вроде бы, это положено по его мужскому статусу. Но согласитесь, рядом же с ним должна быть масштабная женщина. Масштабная женщина. А где ее взять? Так вот, чаще всего мужчины берут, масштабные мужчины берут масштабность женщины количеством женщин. одна женщина. То есть если не хватает в одной женщине масштабности, он начинает масштабировать просто количество женщин, да? Конечно. Вот у древних наших правителей были гаремы. Не просто так. Им даже, ну вы знаете, по Корану им полагалось иметь большое количество. Для чего? А для масштаба. Для масштаба. Потому что они брали даже женщин из разных народов с тем, чтобы создать вокруг себя вот эту масштабность. И таким образом они были правителями очень мощными. Так вот, а современные женщины не понимают этого важного качества. И вот ее муж старается, там добился какого-то успеха, вот он уже на высоте, а она как была, ну, дело в том, что даже домохозяйка может быть масштабная, может быть не масштабная. Конечно, у меня есть подруги, которые всю жизнь дома сидят, но они знают все тренды, они следят за всеми новостями. Мужу интересно с такой женой побеседовать за ужином. И не только побеседовать, она энергетически равна ему. И она его может направлять еще, да? Да. И она ему не нужна, ему не нужна другая женщина. Эти женщины имеют в себе весь объем. Понимаете? Весь объем. Вот, ну, хотел привести пример с вашим бывшим президентом, но ладно. Не будем. Не будем. Не будем. Но давайте султана великолепного возьмем, да? У него же тоже был гарем, но его самой любимой его женой была украинка. Так вот, смотрите, я хорошо знаю эту историю. дело в том, что действительно у него был гарем. Был гарем. Но и каждая женщина создавала какую-то свою грань, и получалось, вот, в общем-то, он был доволен. И вот приехала супер-женщина, классная женщина, и она поставила задачу стать такой, чтобы заменить всех. Она поставила сознательно такую задачу. И она добилась этого. То есть, она так себя раскрыла, как женщина, что он постепенно все отмел всех женщин, ему хватало ее одной для правления. То есть, для правления целым. Кстати, вот я часто замечаю, что вот у мужчин таких с масштабным мышлением, в итоге им потом достаточно одной женщины, которая даст ему весь этот масштаб. Да, она в конце концов настраивается, выходит тоже на этот уровень, и этого достаточно. Чаще всего вот эти гуляния и прочее начали там, внизу еще, когда человек, ни он, ни она еще не масштабно, они только ищут этот путь. Так вот, смотрите, а дальше такой момент, с ней же тоже, с ней же есть вторая часть истории с Роксоланой. следующая часть, в чем дело, в какой-то момент, когда она добилась всего, все она, все там, все классно, она рожает сына, и сын для нее становится ценностью номер один, она становится матерью, мамочкой, и старается для сына там его пробить, везде там его проложить дорогу, ну в общем, включилась в него полностью, и что вы думаете, у султана все пошло на спад, он умирает, империя разваливается, вот вам, пожалуйста, это вторая часть. Ну вот поэтому вот вы правильно говорите, друзья, девочки, обязательно прочтите материнскую любовь, потому что вот благодаря прошлому эфиру мы для себя очень многое поняли, да, вот что, я, кстати, вот после эфира, когда вы сказали, что мать не должна возвышать своего ребенка выше, чем себя, я вспомнила очень много историй, даже в нашей стране, когда мама очень сильно, да, уходила в ребенка, то есть его возвышало, и, к сожалению, уходил очень рано из жизни. Анатолий Александрович, я хочу включить наших зрителей, у нас с нами сейчас почти полторы тысячи человек, я думаю, что здесь и казахстанцы, и россияне, и украинцы, даже, кстати, у нас по статистике, я обязательно размещу это интервью на YouTube, кстати, вот первый эфир есть и на YouTube канале, и у Анатолия Александровича, и у меня, так что вы можете посмотреть, если вдруг пропустили. Друзья, ваши вопросы, Анатолий Александрович? Мы заканчиваем, да? Да, мы уже скоро будем заканчивать, тут есть вопросы, сейчас я быстренько спрашиваю, а как же быть сиротом? То есть, вот это, видимо, про силу рода, да, про то, что ты не добьешься успеха, если у тебя с родом проблемы. Дело в том, что, понимаете, все проблемы, помните, я вам говорил, все проблемы у нас в голове, а какое отношение у вас к родителям, даже вы, если их не знаете, но какое отношение у вас к ним? У вас должно быть уважение и любовь, независимо от того, какие они были, почему они вас оставили, и прочее, и прочее, вы должны быть благодарны за то, что они вас привели в жизнь. И вы знаете, и если, когда вы будете разбираться поглубже во всех этих вопросах, ну я так профессионал, я уж 30 лет этим занимаюсь, могу вам сразу сказать, дать ответ. Дело в том, что часто матери оставляют своих детей именно потому, что, чтобы не мешать своим детям. Не потому, что там, причины внешние могут быть разные, но внутренней причиной может быть следующая, мать, жесткая, волевая женщина, к примеру, ну это как один из вариантов, и чтобы она не сломала судьбу своему ребенку, и она уходит вообще из жизни, или оставляет ребенка, то есть, и мир ее освобождает от этого ребенка, чтобы она не сломала его судьбу. Поэтому здесь нужно очень глубоко разбираться, ну а чтобы, а в общем, если уж не разбираться, просто благодарность и любовь своим родителям. Вот эта вот благодарность и любовь своим родителям постоянно, все глубже, все глубже, все глубже, вот это и есть ваш путь, уважаемый. Анатолий Александрович спрашивает, что значит поддержать род? Помочь родителям, это я поняла. А братья, сестры, им тоже надо финансово помогать, спрашивают? Нет. Вообще, финансово помогать роду, это, знаете, неблагодарное занятие. это очень ответственная вещь, надо очень мудро это делать, очень мудро. Чаще всего из-за этого возникает очень много проблем. Помогает, 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 потом не можешь помогать, все, ты уже, ты уже плохой. Вы знаете, многие такие примеры. Но это еще самый простой случай. Дело в том, что помогая взрослым своим братьям, сестрам, вы финансово, я имею в виду, вы материально, вы мешаете им строить свою жизнь, вы мешаете им развиваться, вы мешаете им добиваться своим трудом, свои цели, свои задачи. Вы мешаете им жить. Понимаете, из-за этого будете иметь проблемы, в том числе и даже плохое отношение от них, которым вы помогали. И это часто происходит. И удивляются, ой, я помогал, помогал, а он ко мне так относится. И по делам так относятся, не надо было помогать. Понимаете, и финансово родителям надо очень мудро помогать. Родители часто же откупаются просто, денег дают и все. А так нельзя. Деньги родителям часто даже не нужны. Они их или копят, или перераспределяют внукам, детям, другим и так далее. Нельзя этого делать. Родителям надо помогать конкретно. Что-то сделать, что-то купить, отправить, отдыхать, то-то, другое, понимаете, но ни в коем случае не давать деньгами. Это неправильно. Они не распорядятся. Для их здоровья надо что-то, но что-то делать конкретное. Ни в коем случае нельзя родственникам и родителям помогать финансово. Это самый плохой случай. Это говорит о том, что ты не понимаешь, чем надо помочь. И ты просто откупаешься. Антон Александрович, хороший вопрос. Если не уделять внимание ребенку, я боюсь, что он пропадет. у меня тоже есть такая мысль, что нельзя полностью давать свободу, особенно в подростковом возрасте, потому что возраст такой уязвимый, что ребенок может попасть не в ту компанию. Как при этом любить своего ребенка, но не сильно контролировать и быть в курсе всего, что происходит? вы знаете, вот у меня, я же говорил, у меня семь детей, семь внуков, два уже правнука, так вот, у меня никогда не было, никогда не было трудного переходного возраста. Почему? Потому что я детей ценю, уважаю в них личность с самого детства и в подростковом возрасте особенно. Когда они вот 12 лет переходных возраст становятся мужчинами и женщинами, в этот момент особенно важно надо относиться к ним именно как мужчине и женщине. Соответствующие обращения, соответствующие отношения и так далее. Всё это должно быть обязательно, по-другому, полное имя, не пусик, а именно зайчик и так далее. А всё уважительно. Они становятся взрослыми, энергетически и прочее. А умственно они давно вас обогнали, поэтому надо относиться к ним как взрослым. Другое дело, у них нет опыта и прочее. И вот здесь уже надо беседовать просто как взрослым, но с позиции того, что ты знаешь этот момент, а он его не знает, разъяснить и так далее. Путём разъяснения, путём пояснения, путём и собственного конечно примера. То есть по своей жизни показывать вот эту глубину отношения к жизни, мудрость и так далее. И тогда они будут действительно защищены у вас, защищены собственным своим достоинством. Мужчина будет уже понимать ценность себя в таком 12, 13, 14 лет он будет чувствовать себя мужчиной. Вы знаете, я, например, вот помню, он был в Казахстане в одной семье и мы там ужинали и отец семейства говорит, завтра я уезжаю и 7-летнего сына подзывает, завтра я уезжаю, ты остаёшься за старшего. Ну, вы знаете, мужчина в семье старше. Даже семилетний. Да, даже семилетний. И вы знаете, он так серьёзно это всё принял. То есть, это явно не первый раз, то есть, мальчик уже с детства начинает понимать ответственность. Если он в 7 лет понимает к себе такое отношение и чувствует ответственность, согласись, он в 19 лет вообще будет ответственным. помните Гайдара, Аркадия Гайдара, книги, я думаю, ещё вы, может быть, захотели. да. Так вот, он в 15 лет командовал дивизией. Тимур его команда, да? Да, да. Он в 15 лет сам реально командовал дивизией. Вот вам пример, чтобы вы родители уважаемые имели такой. Кстати, ещё минутку займу вас. Дело в том, что нужно понимать, что в 12 лет уже вот в момент полового созревания мальчика к нему приходят его души его будущих детей. Понимаете? И за ним идут букетом вот эти вот как в средние века рисовали купидонов со стрелами, да, лук-стрелы. Так вот, они стреляют они сопровождают его по жизни. Дети его будущие дети, души будущих детей, сопровождают вот этого мальчика, помогают ему расти, там как-то нашёптывают, пытаются ему помочь, чтобы он там не свихнулся, потому что они заинтересованы в качественном отце, а потом в какой-то момент, когда он повзрослеет, они вместе с ним ищут его будущую мать, их будущую мать. супер. Так вот, представляете, вот 12 лет, за ним уже идут ваши будущие внуки, а вы как к нему относитесь, вы ему подзательник, ему там то, такое-сякое, там, разве так можно? Естественно, будут проблемы, понимаете? А он уже мужчина, за ним уже ваши внуки смотрят с неба, а вы к нему так относитесь, подумайте. хорошо, мы задумаемся об этом. Антон Александрович, следующий вопрос, как быть, если наоборот, мать ненавидит сына? То есть, вот вы говорили в прошлом эфире об избыточной любви, а если вот отношения какие-то вот ужасные, плохие между матерью и сыном, между матерью и дочерью? Это предмет уже специалистов, то есть, надо смотреть. здесь уже нужно вмешиваться специалистам и не надо, вот как мы заботим, помните, мы начали с того, что заботиться о здоровье. Так а на психическом здоровье тоже надо заботиться. Это явно присутствует какая-то серьезная проблема, которую надо решать, и именно должен ее решать специалист, скорее всего. Это может быть все, что угодно. Начинаем с детства какие-то там может быть моменты, а чаще всего в таких случаях, если идет неприятие с самого детства, бывает такое, напряжение или неприятеля, или просто напряжение, то явно какие-то прошлые жизни затронуты, явно встретились не случайно. И специалист может в этом разобраться, помочь убрать это и раскопать. Да, раскопать, да. Анатолий Александрович, следующий вопрос. А, вот благодарят вас моя первая книга «Живые мысли». Читала ее очень давно, она потрясающе открыла мне глаза на мир. Благодарят вас. «Живые мысли» это моя первая книга, она тоже прошла очень много, на восьми языках издана. Супер. Анатолий Александрович, от чего может родиться нездоровый ребенок? Много причин. Вот мы с вами сегодня коснулись тимуса. Это важный момент, то есть я бы вообще-то советовал всем молодым родителям или тем, кто хочет иметь еще ребенка, гарантированно, чтобы иметь хорошего, здорового ребенка, обязательно пройти вот этот курс генетического здоровья. Убрать все проблемы родовые, потому что чаще всего нездоровье ребенка идет оттуда, именно из родовых, именно из родовых. Это же всегда, это же не секрет, что там многие заболевания, да, такие вот сложные, как ДЦП, да, там аутизм, что это все-таки генетика больше. Не только генетика. Здесь еще второй фактор присутствует. Я вам объясню вот аутизм причину. На пальцах легко и просто. Я думаю, пусть медики даже послушают. Дело в том, что вы знаете, что сейчас дети приходят очень высокой степени развитием. Правильно? Да. Это просто, это каждое поколение просто по нарастающей, мощнее, мощнее, мощнее. то есть вот там индиго говорили, там жемчужные дети, какие-то алмазные, ну, чего вы только не назвать, ну, дело не в эпитетах, а дело в сути. Каждое следующее поколение приходит более мощное, особенно сейчас. Так что получается? Вот представьте, представьте, вот такой вот, ну, вот такой детский мячик. где-то такой детский, правильно? Вот такого примерно размера детский, там, красивый мячик. А теперь представьте футбольный мячик, он вот такой, правда же? А вот теперь попытайтесь футбольный мяч затолкать в детский. Как это можно сделать? Ну, это практически невозможно, если сдуть только где-то его. Да, то есть его надо протнуть, сдуть, сжать и поместить, тогда он поместится. Вот она физика доутизма. Ребёнок идёт вот с такой вот аурой, с такой энергетикой, огромной такой. А у родителей сознание, их мировоззрение, их пространство любви вот такое. И они хотят ребёнка, но он не может поместиться, но они хотят. И они его притягивают и заталкивают в этот свой маленький шарик, в маленького сознания, маленького пространства любви. Его жульку и всё. И вот он, понимаете, и всё. Гениальная в сути личность, но оказавшись в ненормальных условиях. Поэтому нужно развиваться и работать над собой, да, то есть развивать свою масштабность. И если это сделать рано, да, если сделать рано, там, если вот родился ребён, и только вот сразу в первый месяц, если родители очень быстро включатся и начнут развиваться, то есть надувать свой шарик, поверьте, и у ребёнка всё, и он практически без последствий. По крайней мере, у меня несколько таких примеров, я помогал, несколько примеров я вывел в нормальное состояние. Если рано, чуть позже всё сложнее и сложнее, потому что там, ну, сами понимаете, закрепляется в организме всё это. Антолий Александрович спрашивает, может ли женщина своим масштабным мышлением повлиять на рост масштаба у мужчин? Конечно, конечно. Яркий пример, яркий пример Горбачёв Михаил Сергеевич. Да. Раиса Сергеевна, да? Да, Раиса Максимовна. Ой, Раиса Максимовна, да. Да, Раиса Максимовна. Я их знал лично, обоих я общался, так вот, и дочерину знал, так вот, они очень любили друг друга, то есть любовь очень сильная. но Михаил Сергеевич, будем прямо говорить, вообще-то ни рыба, ни мясо. Он по знаку. По знаку рыба. Если вы его знали лично, для меня это был целый Горбачёв. Да. И в принятии решения не всё, но Раиса Максимовна это стрела. Она говорит, она его сделала президентом. Именно она. Понимаете? Он шёл, как бы, цевёл процесс, но дорогу прокладывала женщина, масштабная женщина. И когда... Видимо, она очень хотела быть первой леди, да? Да, она очень. У неё вот этот вопрос чеславия был, это её проблема. Она из-за этого и умерла рано. Дело в том, что она действительно очень хотела быть первой леди. Она стала и, кстати, произвела фурор. У нас впервые в советском пространстве появилась нормальная... Она была красоткой. У неё... Она была, знаете, такой стильной первой леди. Да, я знаю. Да, так вот, так вот, когда его от президентства отстранили, Форосева находился в это время, ему хоть бы что, а она микроинсульт перенесла. Понятно? А потом, когда второй раз она его снова послала на выбор, она его послала. Он не хотел. И он набрал один процент. Представляете? Один процент. Ну, это вообще позор, конечно. И она не пережила этого. И у неё произошла быстро... Антон Александрович, ну, Хиллари Клинтон тоже. Мне кажется, Билл Клинтон, наверное, и не хотел быть президентом. Тоже её желание... Да, там есть этот элемент, но она проснулась чуть позже и потом стала набирать обороты. То есть она потом больше включилась. Но стартовал сначала всё-таки он, а не она. Он сам, да? Да. Кстати, многие женщины считают... У меня один раз был спор с одной женщиной по поводу того, что я подошла к одной женщине, у неё двое успешных таких сыновей, а у нас у казахов есть такая традиция, что если вот, ну, допустим, там, успешный человек плюнет тебе, ну, так условно, в рот, да, что вот передаст тебе капельку удачи. я попросила её, чтобы она плюнула на меня, потому что у неё такие два успешных сына, на что мне одна женщина сказала, а при чём тут типа её мать, вообще-то здесь вот главное это вот жена. Я говорю, не знаю насчёт жены, но воспитывала их вот эта женщина. То есть какое влияние имеет жена и какое влияние имеет мать на мужчину? Вы знаете, по-разному. Чаще, как мы в прошлый раз с вами разговаривали, матери всё-таки тормозят развитие своих детей. Чаще. Вот. Чаще. Они вот своим избыточным этим чувством они их тормозят. И это чаще всего. Но в некоторых случаях мудрые мамы всё-таки действительно помогают своим сыновьям. Но здесь такой момент. Жены тоже не всегда помогают. Жены тоже не всегда помогают. Но всё-таки от жены можно получить больший эффект. Антон Александрович, все благодарят вас за эфир. Очень познавательный. Благодарю, что вы есть. Я знакома с вашим творчеством. Друзья, подключайтесь к Антоле Александровичу, подписывайтесь на его страницу. Я сейчас прохожу курс генетическое здоровье. И вот уже прошла по-моему три урока. Ответила тест один сдала. Очень понравился мне энергетический массаж. Я прям получила удовольствие. Поэтому всем рекомендую. Антолий Александрович, что вы скажете по поводу того, что если мать, это тоже такие сложные отношения, у нас фильмы все снимаются на этом фоне. Келинка тоже человек, келинка это сноха, да? Отношения и нежки, свекровки, и келинки, снохи. То есть если мать пишет, не признает сноху, семье уже восемь лет и трое детей, как поступать? Отстраниться, отделиться, дистанцироваться. Первое, чтобы спасти себя, семью и жизнь и детей тоже время. Потому что на таком фоне дети уже растут не в самом лучшем комфортном состоянии. Дистанцироваться. Как можно дальше и мало поддерживать отношения. Вы знаете, что лучшие родители те, которые далеко. Есть такое наблюдение и оно зачастую оправлено. Не всегда, но в большей части. Потому что современные родители, обратите внимание, современные родители, я имею в виду старшее поколение, те, которые за 50, те, которым за 50, они, как правило, далеко не соответствуют своим детям, их мировоззрению, современным условиям, у них другое представление о жизни и так далее, и так далее. То есть они очень тяжелы на какую-то смену каких-то своих стереотипов и так далее. На этой почве возникает очень много проблем. Потому что поколения за 50 и до 50, они очень сильно разнятся. Поэтому здесь первое это дистанцироваться. Но я, у нас уже академия, мы же занимаемся этим вопросом. Мы можем помочь решить такие вопросы. Мы решаем такие вопросы. 10 месяцев правда онлайн обучения и человек гарантированно будет счастливым. Даже в таких трудных отношениях сноха и свекровь. Антон, еще один интересный вопрос. Это одни из самых сложных отношений. Еще один вопрос. Одну секунду, Динара. Сложных почему? Потому что отношения женщин с женщиной гораздо более трудная тема для психологии, чем женщин и мужчин. Хотя мужчин и женщин вроде там много всего. Но женщин и женщин там все настолько тонко, настолько подводных камней много, что оооо. Был вопрос разницы возрасте. Там муж старше на 10 лет или жена старше на 10 лет. То есть разница возрасте. Как с ней быть? Это тоже индивидуально. Есть примеры, просто уникальные примеры. Когда женщина, вот я, например, знаю реальный пример, когда женщина младше была на 40 лет мужчина. И она сотворила чудо с мужчиной. Он сотворил, он добился таких высот благодаря ей. Студентка влюбилась в профессора. Вот реально влюбилась. И, кстати, смотрите, маленький зарисовка. Как он был слепой, он был слепой, он потерял свою жену, а слеп из-за этого он очень влюбил, и он не мог никого другого видеть физически и внутренне не был настроен. А она полюбила. И вот как, как донести? И она, а он был философ, причем еще, это русский философ Лосеров, это как раз известная личность, это известный пример. И она выучила наизусть на древнегреческом языке Илеаду Гомера. Представляете? Вот такой вот томик, выучила наизусть. И ему в какой-то момент начала читать. И все. И он начал видеть? Нет, он видеть не начал, но он ее, он на этой волне он проникся к ней, и дальше больше она раскрыла в нем любовь к себе, и они прожили еще, он еще, хотя он уже умирал практически, был в таком состоянии, прошел лагеря, тяжелом состоянии, но он еще прожил 30 лет самых ярких своих лет и создал самые лучшие свои праздники. Вы знаете, иногда вот я, например, встречаю мужчин, ну таких вот, да, там интервью пишу, например, с вами, да, я не чувствую возраст, то есть ты вот, когда общаешься, вот, например, Познер, да, ему там 85, по-моему, или сколько, 86 лет, то есть ты не чувствуешь возраста, потому что человек не просто, как говорят там, я молод душой, да, а сам такой кряхтит весь, а действительно ты чувствуешь, и вот у меня встреча была в ноябре с Джимми Чу, ему 70 лет, и он выглядит, ну просто, нет, не 70, 65, по-моему, да, когда я узнала, сколько ему лет, я была в шоке, потому что ему там просят сфотографироваться, он так легко встает, то есть я поняла, что молодость, это не только вот, когда ты говоришь, я молод душой, и все, да, а когда твое тело тоже молодое, и вот это чувствуется в манерах, в разговоре, в энергетике, я тогда вообще не чувствовала, что ему 65 лет, мне казалось, что ему лет 45 максимум. Вы знаете, вот и я думаю, женщинам интересно и затронуть, вторая часть затронуть этого вопроса, когда женщина старше, у меня есть в одной из глав, ой, в одной из книг глава, когда женщина старше, прочтите, в какой-то из книг, я сейчас уже не помню, правда, но какой-то из книг это есть, когда женщина старше, здесь тоже не стоит бояться, здесь тоже просто стереотипы, на самом деле, когда женщина классная, мужчине не важно, сколько лет, поверьте. Ну, это, кстати, тоже, знаете, сложно быть еще классной, видите, над этим надо работать, и поэтому, да, поэтому нам еще, девочки, придется поработать. Так, так, так. Вопросов очень много, все благодарят за эфир, спасибо большое. Анатолий Александрович, спасибо вам большое, я предлагаю еще выйти, если возможно, может быть, в конце мая с вами в эфир. Было бы супер, спасибо вам большое, вот потому что вопросов очень много, и мы для себя с каждым разом очень много тем раскрываем. В прошлый раз говорили о материнской любви, сегодня поговорили о генетическом здоровье, об отношениях. Друзья, записывайтесь на курс «Генетическое здоровье», я хочу тоже, вот как вы сказали в прошлый раз, я хочу жить среди счастливых людей, я тоже мечтаю жить среди успешных, счастливых людей вокруг. Вы знаете, мы с вами встретимся, давайте тогда, когда вы закончите курс. Давайте, давайте. И там поговорим. Я просветитель, поэтому я за то, чтобы как можно дальше нести эти знания, которые получены с помощью моей жизни, с помощью многих тех, кто прошел через меня. Эти знания не должны теряться, эти знания нужно пускать в жизнь. Поэтому я считаю, вот книга, например, «Материнская любовь» и вот ее продолжение, это пробуждение женщины должно быть в каждой семье, вот в каждой семье. Я говорю, мне вот буквально на днях позвонили, из Казахстана, кстати, позвонила женщина, мы с ней давно дружим, она говорит, у меня в Санкт-Петербурге подруга, и она потеряла 10-летнего сына, вы можете ей помочь? Понимаете, приходится заниматься такими делами. поздно ей помогать, вот сына не вернешь, но поставить, конечно, я ее на жизнь настрою, все, но вот если бы она прочитала эту книгу, раньше этого бы не было. Ко мне даже одна женщина приехала издалека, приехала, и говорит, я приехал не на консультацию, я приехала в день гибели своего сына, сына, год исполнился, чтобы через вас попросить у него прощения, потому что мне за год до его гибели давали вашу книгу «Материнская любовь», а она психолог, я посмотрел, о, билетристика, и отложил ее в сторону, я, говорит, люблю американские, там психологов, там все четко, там тесты и прочее, прочее, вот, все конкретно, а здесь билетристика, и отложил ее, и вот, говорит, годовщина, вот, говорит, вчера буквально, вчера, сегодня у меня годовщина гибели сына, говорит, я вчера прохожу дома мимо шкафа, и как будто эту книгу кто-то выдохнул, я, говорит, она падает мне под ноги, ваша книга, я сажусь, и, говорит, до утра я с ней встала, я ее прочитала, и я поняла, что мне приносили помощь, мне приносили спасение. Это был знак, да, это был знак, который она, к сожалению, не заметила, да? и вот, говорит, я приехала к вам попросить прощения, прощения у сына за то, что я не смогла ему спросить. Поэтому, друзья мои, все, кто смотрит сегодня эфир, и кто не успел посмотреть в прошлый раз, посмотрите на YouTube-канале, у меня или у Анатолия Некрасова, давайте будем осознанными родителями, давайте будем расти, развиваться, для того, чтобы у нас, у нашего следующего поколения не было проблем, давайте беречь свой тимус, и записывайтесь на генетическое здоровье к Анатолию Александровичу. Анатолий Александрович, я вас благодарю, я просто счастлива, что у меня есть такая возможность выходить с вами в прямой эфир и получать столько полезной, нужной информации. Я прохожу тогда, продолжаю проходить ваш курс, и после курса мы снова встретимся, да, в прямом эфире. Вы делаете доброе дело, благодарю вас, я очень уважаю ваш процесс, благодарю. Спасибо большое. С нами сегодня был Анатолий Некрасов, друзья, я сохраняю эфир, завтра опубликую на своем канале YouTube, и подписываемся на Анатолия Александровича и читаем его книги. Всем спасибо, всем пока. До свидания.